Губернатор Тверской области посетил Кимры. Игорь Руденя приехал в рамках рабочей поездки. Он побывал в детском саду, школе, двух больницах, провел несколько встреч с ветеранами и многодетными семьями. Какие были поручения со стороны главы региона, узнал наш корреспондент. Начал губернатор свой визит в Кимры с визита в образовательные учреждения. Сначала посетил 24-й детский сад, затем 14-ю школу. Глава региона ознакомился с условиями обучения детей, пообщался с ребятами, воспитателями и учителями. В детском саду номер 24, 356 воспитанников, действует 14 групп. В учреждении работают 30 педагогов. Для ребят организованы занятия дополнительного образования в кружках ритмика и народная культура, действует семейный спортклуб и секция плавания, группа раннего развития, курсы по подготовке детей к школе. Детский сад расположен в двух зданиях, в одном из которых находится бассейн, спортивный зал и музей. В 14-й школе три корпуса. В общей сложности обучаются здесь 440 ребят. Из них в начальной школе 197. В 2019 году в школе отремонтировали спортивный зал, санитарные комнаты и кровлю. Тот уровень оснащения школ, который сегодня мы видим, он, конечно, очень хорошо сохраненный учителями, руководителями. Видна их очень бережная забота, но уже требуется совершенно другой уровень. Сейчас по поручению главы региона ведется разработка проекта на строительство нового современного здания для учреждения. В будущем учиться сюда придут и дети из многодетных семей. Их в Киморском районе 383 и они воспитывают 1100 детей. Наши многодетные семьи – это одна из самых важных, наверное, составляющих наше общество. Потому что это те люди, кто создаёт полноценную, сейчас модно говорить, социум, является примером для всех окружающих. И хотел бы сказать, что действительно большая семья – это такая традиция. Игорь Людень ответил на вопросы многодетных семей. В частности, об организации подсобного хозяйства по социальному контракту, лекарственному обеспечению детей и взрослых, предоставлению коммунальных услуг, обеспечению газификации участков под ИЖС, а также о дополнительных медицинских кадрах для детей. У нас два врача в этом году приходят в середине года после института детских терапевтов. Кроме того, Игорь Людень встретился и с ветеранами города. Из рук губернатора юбилейные медали «75 лет победы» получили семь ветеранов. «Вас поздравляем!» «Спасибо!» «Этот год объявлен в год памяти и славы. И наша задача – сохранить память о Великой Победе на долгие-долгие годы и для многих поколений». На встрече с ветеранским активом за чашкой чая глава региона обсудил актуальные вопросы развития города и района. Один из вопросов коснулся медицинского обслуживания ветеранов. Игорь Руденя дал поручение обеспечить еженедельное посещение ветеранов на дому врачами Киморской центральной районной больницы. Ее также посетил глава региона. В 2019 году он уже осматривал учреждения в рамках рабочей поездки в район. Был дан ряд поручений по приведению больницы в нормативное состояние. Одно из них – замена лифтов в учреждении. Кроме уже проведенных работ, больницу ожидает капитальный ремонт хирургического и травматологического отделений, а также укрепление стен здания. «Точно мы уже понимаем, будем делать это. Капитальный ремонт и модернизацию центральной районной больницы города Кимр, которая будет работать и для города, и для района». Также Игорь Руденя распорядился в Кимрах построить новую детскую поликлинику. В настоящее время обе детские поликлиники в Кимрах находятся в приспособленных помещениях многоквартирных жилых домах. Для детей и их родителей это неудобно. Нам предстоит сделать в ближайшее время качественно новый шаг в системе здравоохранения. Мы, я думаю, что примем решение по строительству новой детской поликлиники как обособленного отдельного объекта. Потому что сейчас это находится в жилом доме на первом этаже. И мы понимаем, что сегодня уже требования и уровень развития здравоохранения не позволяет предоставить услуги на таком уровне. Поликлиника будет принимать 200 посещений в смену, где дети смогут получать весь комплекс первичной медико-санитарной помощи в одном месте. Игорь Руденя поручил администрации Кимр направить в Министерство здравоохранения региона расчеты по предполагаемому участку строительства кадровому составу нового учреждения.